Привет всем, вы на канале Andron News. Это еженедельный выпуск актуальных новостей из мира технологий. Присаживайтесь поудобнее, а мы без лишних слов начинаем прямо сейчас. Погнали! Друзья, но перед тем, как мы начнём, я хочу вам сказать. Если вы покупаете что-либо в интернете, будь то смартфоны, бытовая техника и так далее, я настоятельно рекомендую пользоваться сервисом e-каталог. Там есть удобные фильтры по производителям, по различным параметрам, диагоналям дисплея и так далее. В общем, удобный инструмент, настоятельно рекомендую, ссылка в описании. 2 октября компания Microsoft провела презентацию своих новых устройств линейки Surface. И, друзья, говорю вам, как есть, это выглядело смешно. Как будто в какой-то средней школе в актовый зал загнали класс выпускников и рассказывали им, как правильно заниматься сексом. То есть сидят условно какие-то 20 человек, и это долгожданная презентация одной из мощнейших компаний в мире, где показывают целую россыпь новых устройств. А именно, Surface Pro 6 это устройство два в одном. Ну, так про него каждый год говорят в Microsoft, а на деле это просто очередной планшет, подключаемый к нему клавиатурой. Далее, Surface Laptop 2. Это, как несложно догадаться, лэптоп. Новая версия и ни единого разъема USB Type-C. Следующая новинка – новый Surface Studio. Еще один моноблок на процессоре Intel внезапно седьмого поколения. И, наконец, Surface Headphones. Это наушники от Microsoft за 350 баксов. Но нас с вами интересует только технология Phone Mirroring, которая позволяет работать с Android-приложениями вашего смартфона прямо на ПК под управлением Windows. Причем вы всего один раз подключаете смартфон к компьютеру, и в дальнейшем, при каждом включении ПК, он сам будет автоматически подключаться к нему. То есть, представьте, содержимое вашего смартфона всегда на экране вашего ПК или ноутбука, вне зависимости от того, рядом находится смартфон или нет. И говорят, что в дальнейшем при помощи этой технологии даже можно будет принимать телефонные звонки со смартфона. По-моему, забавно. Не могу я стоять без внимания и будущую новинку от компании Samsung, которую представят уже 12 октября. Речь идет о Galaxy A9s, и это первый смартфон в мире с четырьмя камерами на тыльной панели. Тут предложены все возможные типы модулей, кроме монохромного. И широкоугольная оптика, и телевичок есть все. Кроме камер, у новинки будет среднего уровня начинка. Snapdragon 660, 6 гигового оперативки, аккумулятор емкостью 3720 мАч и так далее. У меня создается такое впечатление, будто у компании Samsung здорово так пригорело, когда Huawei показали свой смартфон с тремя камерами, и вокруг него было столько хайпа. Видимо, они решили пойти еще дальше и показать вот это чудо. Также напоминаю, что в ближайшем будущем Nokia покажет свой первый смартфон с пятью камерами на заднике. И похоже, все будет происходить по сценарию, о котором я говорил в полном обзоре Huawei P20 Pro. Не стало отставать от своего корейского брата и компании LG. И буквально пару дней назад они показали свой первый смартфон с тремя тыльными камерами. И это продолжение, наверное, самой успешной линейки смартфонов бренда. Название новинки V40 Sync. Полные технические характеристики аппарата перед вашими глазами. Упор здесь был сделан на музыкальные возможности и, как я уже сказал ранее, камеры. Смартфон получил выделенный 32-битный ЦАП и продвинутый мультимедийный динамик. Что касается камер, один из модулей широкоугольный, второй телевичок, ну и третий стандартный. С фронталками также не все просто, их тут две. Одна из камер получила широкоугольную оптику. Слабыми местами, во всяком случае на бумаге, по-прежнему остались аккумулятор и высокая стоимость. Не знаю, как вам, но лично мне больше всего не нравится смартфонах LG, это их интерфейс. Он сильно перегружен лишней функциональностью, и это отвлекает от нормального юзер-экспириенса. Смартфоны тормозят, ну в общем, это, мое мнение, субъективное. Пришли в комментариях, было бы вам интересно посмотреть на тест данного смартфона. Если да, то достану, если нет, то нет. Друзья, вы знаете, что компания Meizu этот год начала, ну, скажем так, плохо. В середине года они выровнялись, показав Meizu 16, потом поняли, что словили волну хайпа и представили еще Meizu 16X. И вот в ближайшем будущем они покажут еще один новый смартфон из линейки M-Note. Meizu M8 Note будет устройством из среднего ценового сегмента. Он получит 6-дюймовый Full HD Plus дисплей, процессор Snapdragon 636, 4 гига оперативной и 64 гига постоянной памяти, аккумулятор на 3500 мАч и, конечно же, Android версии 8.1 с фирменным интерфейсом FlyM7. Это, к сожалению, пока что вся информация, которая есть об устройстве в сети. Дождемся презентации, посмотрим и после оставим свой окончательный отзыв. А пока что двигаемся дальше. Так, ребята, и напоследок держите новость, от которой лично я просто плакал. Надеюсь, вы знаете, что робототехника это неизбежное будущее, а в какой-то мере даже настоящее. Только вот удовольствие это очень дорогое, и все, что мы с вами, простые люди, можем позволить из той самой робототехники, это разве что палец от робота. И что вы думаете, в конце октября этого года в Берлине покажут именно тот самый многофункциональный палец. Держите. Мобилим подключается к смартфону и позволяет ему уползти от вас по столу. А если кто-нибудь пришлет вам смайлик, он ласково погладит вас по руке или обратной стороне ладони. Просто незаменимая вещь. Внешне гаджет выглядит неотличимо от человеческого пальца. Красотулечка! Хоть в сервант ставь. Мало того, разработчик позаботился об эргономике, она здесь просто шикарная. А еще при получении уведомления можно сделать так, чтобы палец вставал с лежачего положения на столе. И не ждите здесь никаких аналогий. А напоследок, моя любимая и самая крутая функция этого девайса. Вы сможете сделать приятно коту-роботу. Именно так. Я не знаю, зачем это нужно, я вообще не понимаю, что это за лютый трэш. Но вот в чем факт. Раньше вы не могли так сделать, а теперь можете. Спасибо за это, мобилимп. Когда я смотрел этот ролик, у меня действительно была самая настоящая истерика. И абсурд заключается в том, что после просмотра мы реально всей командой обсуждали, взять ли этот палец на обзор или нет. Короче, давайте подведем итоги. Ребяшки, робопалец это очень важная в хозяйстве штука для того, чтобы ставить пальцы вверх под нашими видео, подписываться на основной канал, на второй канал, на наш канал в телеграме, в инстаграме. Да пребудет с вами андроид, я пошел.